Всем привет! Сегодня с вами будем продолжать наворачивать джету, джету на прокачку снимать. Сегодня покажу вам, как установить камеру заднего вида. Буду делать, конечно, все быстро, потому что времени особо нет. Поэтому извиняюсь за какое-то некачественное дрожание руки, потому что буду одной рукой снимать, другой все это демонтировать, монтировать. Это очень трудно, но постараюсь просто передать суть, суть вам будет понятна. Это видео будет интересно тем, кто захочет поставить камеру заднего вида на свой автомобиль. Установка будет на автомобиле джета 2013 года, но думаю по проводам и подключению это стандартно ко всем автомобилям. Приобрел такую вот камеру, заказал ее на ebay. Это камера заднего вида, так она видит, выглядит. Покажу вам инструкция, подключение здесь ее и камера сделана специально для автомобиля Volkswagen и Audi. Выглядит она в виде стандартной ручки, подходит к моему автомобилю. Но провода, вы видите, здесь не такие, как на Volkswagen родные. Это просто идет с такими разъемами к моему магнитофону. Ну что, пошли посмотрим, как все это делать. Покажу вам суть работы на сегодня, что мы будем делать с вами. Окей, пошли со мной. И так, вот наш автомобиль. Вот покажу. Это вот ручка стандартная, мы видим, что здесь нет камеры. То есть камера будет расположена вот здесь. Были разные варианты, можно было в этот цвет ее вставить. Но я подумал, что как-то сместится сам свет, будет как-то закрывать, не освечивает номер. То есть лучше уже сделать, как родное. Будет нормально. Нам нужно будет сейчас открутить, я уже вижу, номер сам. Чтоб он нам ничего не мешал там, вот туда ее вставить. Затем нужно будет снять вот эту вот панель. Я ее не снимал еще сам ни разу, поэтому будем с вами импровизировать. Всегда убедитесь, что вы полностью осмотрели везде на наличие разных болтов. Я не знаю, если вам сейчас видно, как с освещением. Вот один болт здесь, болт шуруп и болт здесь. Снимите все части, которые вы сможете снять. Которые такие отцепляющиеся. Это вот одна и здесь вторая. То есть посмотрим, чтобы там не было тоже никаких шурупов. Шурупов я никаких не вижу. То есть по ходу дела она держится просто вот над этих вот двух. Там и там. И просто будем отковыривать уже нашим лопаткой для просмассового удаления панелей. Также нам нужно будет, я вот поведу ее по этой стороне, поэтому нам нужно будет снять этот вот чехол с этой стороны. И провода пойдут уже за вот эту вот ковролиновую панель туда внутрь автомобиля. В салоне. Блин, у меня тут такой бардак. Все это для работы. У меня тут шняга лежит. Поэтому я говорю, снимаю так вот с руки на быструю руку, потому что если я сегодня это не установлю, то буду, блин, еще ездить долго, а уже этот бардак в машине надоел, потому что эти пластиковые панели, это все лежит. Видите, как бы я себе облегчил, когда я ставил провода для магнитофона. Я назад там все не собрал, пока ждал камеру по почте. Поэтому у меня уже все снято. Я сейчас только останется запустить провода сюда и потом подсоединить к магнитофону. То есть я их туда пущу, пущу, снимем наш магнитофон, панель. Покажу вам, как снимается. Это открутить там 4 болта, вымем и подсоединим ее туда. Ну, все. Давайте посмотрим, как это будет делаться в деле. Поехали. Я буду, как бы, делать, потом включить камеру, снимать, что я уже сделал. Потому что снимать одной рукой и все это ковырять, ну, сами понимаете, непросто. Так что, поехали. Вам нужно удалить вот эту вот панель. Вернее, не удалить, а снять. Я буду использовать такие вот пластиковые монтировочки для снятия панелей. Убедите, что вы не вынимаете этот вот passenger airbag sensor провод. Либо вам нужно просто отсоединить минус на батарее, на аккумуляторе. Тогда вы можете его отсоединить. Но главное, не проверните ключ зажигания. То есть я что делаю? Включил, поставил на нейтралку, чтобы эту ручку сюда перевести. Сейчас вы увидите, почему. Когда эта панель у вас ложится, она прям попадает в отверстие туда внутрь. Все. И ключ, как бы, потом я трогать не буду. Отсоединять панель. Ну, лучше, наверное, снизу начинать. Либо, где найдете побольше зазор, чтобы туда завести вашу вот эту вот лопатку. Чик. Панель снята. С вами видим, вот нужно открутить четыре болта. Вытаскиваем гутафон. Аккуратнее с проводами. У нас тут проводов столько много, что я их, как бы, ну, упаковал аккуратно, чтобы вошел магнитофон туда, в это пространство. Но, поэтому, когда будете тянуть их, тоже обратно уже смотрите, чтобы там ничего не порвали, нигде, сляски, скрутки. Все у вас вышло аккуратненько. Так, итак, затем берем наш укомплектованный провод, который был в комплекте с камерой. Находим, видите, конец у нас один идет, это ваш сигнал, видеосигнал. И провод включения, когда вы включаете заднюю скорость, он у вас автоматически включает камеру. То есть, нам нужно это подсоединить все к нашему магнитофону. Я вам сейчас это покажу. То есть, есть разъем на заднюю камеру. И есть вот оранжевый провод, который я изначально разрезал, когда камеры не было, потому что просто пустой экран включался. То есть, теперь я сюда к этому проводу подключу красный провод, смотаю все вместе. И получим наше соединение, включение задней камеры. То есть, по проводам у меня будет отдельное видео про этот вот полностью юнит, как я его устанавливал, как подсоеднял провода. Поэтому там более подробно расскажу уже в следующем выпуске. Так, может, что было. Я понимаю, куча проводов тут у вас, наверное, просто... Вы запутались. То есть, идет вот этот блок и идет оранжевый провод, выход с этого. То есть, вам нужно все вместе это соединить. Три провода. И включим камеру заднего вида в этот вот разъем. Давайте я все сделаю и покажу, как это выглядит уже все подсоединено. Так, провода подсоединены. Обратите внимание. Вот наш провод. Что-то я его слишком... Тут подсоединил. Здесь примотал, заизолировал изолентой. Здесь подсоединил, запустил провод. Он идет здесь, за этой панелью. Под ковриком. И вот я его сюда вывел. Теперь сейчас проложу просто вдоль вот этого порога. Итак, как мы видим, я уже снял эту панель. Вообще, оказалось очень элементарно. Обратите внимание, такие вот заклепки. Замки пластмассовые. Вам что нужно сделать? Просто вот так вот разгибать эту пластиковую панель саму. И они с нее выходят. И все. Вот их тут раз, два, три, четыре. И потом просто потянул на себя снять с этой вот фишки. Вообще, это очень просто. И вот мы видим, я запустил провод. И он вот так вот пойдет. Я его изолентой закреплю и в эту дырку отвлекаюсь. В общем, вот так вот пойдет провод. Давайте это проделаем. Так, начал демонтаж этой панели. Так как я и предполагал, я открутил два болта в этих вот ручках. И просто начинаете тянуть. Здесь вот такие вот металлические клипсы. Просто вот сильно не бойтесь, ничего вы тут не сломаете. Потихонечку. Как бы желательно пальцами держать, где эти вот, например, здесь держите, потом передвигаете. Здесь потянули. И так потихоньку. Вот их вот. Раз, два, три, четыре. И с другой стороны. Пять, шесть, семь, восемь. У меня там осталось. Висит на одной. Там, в дальнем углу. Эта панель я потянул за нее и вытащил сразу. Она снялась. Она на таких вот, как бы, слайдах заезжает туда. Но я думаю, что ее можно было даже не трогать. То есть, она все вместе бы отошла. В общем, еще раз извиняюсь за эту вот шейкенность. Параплюс. Пытаюсь сделать быстро. Параплюс на день рождения к другу. Добрался до ручки. Мы видим, вот, два, две гайки на десять. Берем ключик на десять и откручиваем эти вот гайки. И затем нужно отсоединить коннектор на открывание багажника. Итак, затем, вот я уже изъял нашу родную ручку. Посмотрите, обратите внимание, после того, как вы открутили, чтобы вам ее вытащить, нужно нажать на такие вот усики по бокам. Они туда внутрь сжимаются и ручка выходит. Также вот есть такая вот клипса, где отсоединяются провода. То есть, я вытащил, нажал, отверточкой нажимаете. Изнутри багажника там можно легко дотянуться. Я даже этой вот лопаткой поддевал. Если будете вот такой вот планировать проект с машиной, где вы будете много снимать панели, я вам просто советую купить такой вот тул. Я его купил, опять же, на ebay. Я, по-моему, заказал там за три доллара. Ну, блин, он мне просто так доручает, во всех этих. Ну, а давайте посмотрим на этой вот ручке уже автомаркет. Таких усиков нет. То есть, реально просто будет держаться на этих болтах. Ну, я думаю, ничего страшного. Сделано хорошо тоже, видите, это резинка, все уплотнители. Ну что, присупим к монтажу этой вот ручки. Ручка установлена. Видим камера, да? Подсоединил. Замок работает. Это уже хороший сынок. Вывел наш провод. И теперь с помощью другого провода мы подсоединим к проводам заднего хода. В комплекте был вот такой еще провод. Это power cable. Блин, опять power cable. Ну, короче, плюс-минус, который подсоединится вот сюда к этому связке проводов. Сейчас с помощью тестера найдем, который из них провод. Ну, понятно, что коричневый это земля. Но вот какой-то из них синий, либо вот этот вот фиолетовый. Сейчас нам выяснить. И подсоединим к ним этот провод. Он потом подсоединяется вот сюда. Этот провод, как я вам показывал, уже он будет здесь проложен. И я его хотел завести сюда вот это отверстие. И вывести сюда, чтобы было все эстетично. Так как невозможно это пропустить, я сделал такую хитрость. Запустил эту проволочку. И сейчас с помощью проволочки вытащу этот провод через отверстие. Этот вот кусок проволоки меня уже спасал много раз в таких вот ситуациях. Хотя, в принципе, здесь можно было не заморачиваться. Все равно эти тут закрываются. А не, ховер-то здесь закрывается. Все правильно. Все на верном пути. Ладно. Да, запустить вам эту дыруку нужно. Отсоединил сюда, нашел провод. Синий с черным это ваш задний ход. Коричневый это минус. То есть, что вам нужно сделать, это смотать два красных провода вместе, которые идут от магнитофона. То есть, и подсоединить их к плюсу. Черный подсоединить коричневый к минусу. Получится такая вот у вас скрутка. Прежде чем все собирать обратно, проверьте, убедитесь, что все работает. Только потом все будете уже укладывать аккуратно провода, приматывать их. Поэтому пойдем посмотрим. Теперь проверим, как работает задняя камера. Все, когда я включил, включаем наш магнитофон. Включаем наш магнитофон. И включаем заднюю скорость. Как мы видим, все работает. Есть даже эти вот гайден лайнс. Но они не поворачивают. То есть, я рулем буду поворачивать, они просто как бы вам показывают. Нужно к этим расстояниям привыкнуть. К зеленому, желтому и красному. То есть, как бы. Нужно будет пробовать подъезжать к машине или к какому-то забору и припарковываться. Ну, все работает. Отлично. На этом все на сегодня. Пока-пока. До новых встреч.